здравствуйте дорогие друзья и снова вы на канале орхидушки и мы и я марина сегодняшним видео я хочу начать новый цикл своих видеороликов которые будут посвящены орхидеи фаленопсис он так и будет называться все что я знаю об орхидеи фаленопсис итак начнем вы принесли дом красивую цветущую орхидею фаленопсис вот например как я вот эту которую я вам сейчас показываю она цветет радует глаз все хорошо все прекрасно но настает момент когда она цветает а цвета и она принимает вот такой вот вид это другой фаленопсис вот это тот который свел или цветет и вот таким вот он становится злыми цветоносами после того как он отцветает давайте хорошо посмотрим что мы на сегодняшний момент видим на этих двух фаленопсисов на этом цветущем кроме цветоноса ничего никаких молодых корешков никаких молодых листочков нет ничего этот цветовый цветонос так вот родиной произрастания орхидеи фаленопсис являются тропики и субтропики это местность которая не бывает такого понятия как у нас с вами на европейском континенте зима там есть период засухи и период влаги так вот орхидея фаленопсис обычно зацвет и обычная задача ее для засветания это размножение она засветает красивыми цветами привлекает своим внешним видом насекомых для опыления многие фаленопсисы привлекают еще и запахом цветет насекомые и опыляют появляются семенные коробочки которые потом созревают рассыпаются и таким кандибубером наша орхидея размножается но это в природе уважаемые товарищи лист селекционеры позаботились о том чтобы условия созревания орхидеи фаленопсис наших домашних условиях то есть на наших подоконниках были немножечко попроще чтобы это было для нас легко и доступно и знаючи циклы развития этой орхидеи очень легко довести до светения не прикладывая особо никаких усилий так вот орхидея фаленопсис обычно засветает сухой период то есть когда идут дожди она развивается она на наращивать корневую массу она наращена наращивает новые молодые листья она укрепляется набирается сил для того чтобы сделать рывок зацвести и дать жизнь следующий маленьким молодым фаленопсисом вот по этой причине в местности ее обитания обычно цветение приходится на сухой период так как мы все знаем что когда идут дожди насекомые не летают насекомые летают когда ярко светит солнце когда нет дождей не мочит из нее крылышки поэтому что мы делаем пока орхидея цветет мы ее поливаем поливаем умеренно не сильно просто смачиваем ей корешочки для того чтобы у нее была возможность продолжать свое светение когда она закончила свое светение сбросила последний цветок и остается вот такой вот голый цветонок вот в этот момент очень важно дать ей отдохнуть то есть мы прекращаем ее обильно поливать мы ее начинаем просушивать и просушки эти должны быть немножечко затяжными то есть мы подсушиваем корни так чтобы они становились хорошо белесыми орхидея отдохнула и мы замечаем что у нее точки роста вот отсюда начинает появляться новый молодой листик либо вот здесь вот начинают появляться молодые корешочки в этот момент мы начинаем орхидею поливать поливать хорошо обильно без сильных просушек мы должны создать ей влажный период ее жизни то есть в этот период орхидея развивается орхидея наращивает корни орхидея растет лица вот в этот момент вы можете начинать ее удобрять лелеять холить листочки хорошо обильно протирать водичкой с витаминами до тех пор пока она не закончит рост своего молодого листа вот смотрите вот на примере вот этой вот орхидеи вот видите она свела она свела уже давно у нее растет молодой листочек молодых корней у нее нет но она растит молодой лист и одновременно доедает свой нижний лист если вдруг на вашей орхидеи полиноксис вот нижний лист становится вот таким вот желтым он начинает усыхать вы не пугайтесь это нормальное явление это эволюция растет новый даже вон там еще один новый два листочка растет одновременно старые листочки могут отсыхать и отпадать это нормальное явление вот точно так же я вам покажу малышка суга вивьен точно так же видите цветонос голый она свела она немножко отдохнула постояла в засухе и начинает расти молодой листочек вот на этом этапе я начинаю свою орхидею хорошо обильно поливать и давать ей некорневые подкормки я стараюсь не пользоваться витаминами по корням я очень боюсь полить кончики молодых корней поэтому я большинство препаратов даю своим орхидеям по листу вот точно так же этот полиноксис он отвел тут два в одном мамка вырастила вот такую шикарную детку и не разделяю по той причине что мамка немножечко пострадала видно давно уже еще при пересылке ну вырастила шикарную молодую детку которая точно так же свела цветоносы в нее высохли я их обрезала остались вот одни пенечки она растит молодой лист и наконец-то молодые лица выросли вот на примере вот этого вот фалиноксиса молодой лист вырос вот видите какой шикарный большой намного крупнее предыдущего листа то есть орхидея развивалась хорошо всего ей было достаточно и света и влаги и тепла она наращивала молодые корешочки вон они эти молодые корни продолжают рост поэтому засухи никакой и не устраиваю я ее поливаю но на том этапе когда она уже вырастила хорошо вырастила молодой лист что он уже стал одного размера со своими старыми листами даже как вы видите начал немножечко обгонять в росте свои старые листья я немножко его просушила просушила каким образом если раньше его поливала раз в неделю то следующие разы его поливала раз в 10 дней раз в 12 дней то есть он хорошо просыхал и чем это закончилась это закончилась тем что вот тут вот вот видите и между леточками у него растет молодой цветонос видите между листочками растет молодой светонос и одновременно набухают вот эти почки на старом цветоносе, то есть есть вероятность, что он может засветить новым цветоносом и старый цветонос продолжит тоже цветение, но это не факт. Это не факт, потому что развивается молодой цветонос, он может кинуть все силы на развитие молодого цветоноса, а старым цветоносом он может просто потом продолжить свое цветение. Вот еще малыш Фелесандер. У него та самая история. Он вырастил молодой лист и пустил вот видите маленький такой красненький цветоносик он очень красиво цветет я вам потом обязательно покажу развитие цветоноса это не недели и не две это может быть месяц и два вот точно так же еще один малыш видите лица молодые выросли хорошие добротные корешки он им надоело быть горшки лезут извне но и тем не менее он растет цветонос увидите между листочками растет молодой цветонос то есть у этих фалинопсисов жизнь продолжается они готовятся свести не глядя на то что на улице глубокая осень идут дожди пасмурное сыро ну вот они они готовятся засвести вот такая вот у них эволюция вот такое вот у них развитие подведем итоги для орхидеи фалинопсис нет такого ярко выраженного понятия как период покоя есть период влаги есть период засухи то есть подачей влаги вы стимулируете его на рост как только вы прекращаете его обильно поливать вы стимулируете цветение что делаю еще я для стимуляции цветения буду рассказывать вам в последующих видео пока запомните одно то для хорошего развития орхидеи фалинопсиса очень важно период влаги и кратковременный период засухи на этом я свое видео буду заканчивать спасибо всем за внимание если я была вам полезна ставьте пальчики вверх если у вас появились комментарии пишите обязательно обсудим вашей ситуации в чем я не права подсказывайте но это лично мои наблюдения это лично мой опыт я вам рассказываю то что я вижу у себя в квартире на своих подоконниках спасибо всем за внимание подписывайтесь на мой канал и вы будете знать все что знаю я до свидания с вами была марина спасибо вам